Дима, давай, скорую вызывай! Эй, стой! Что? Уроды! Вы что творите? Я вас сейчас достану! Господи, мне дрофануло. А ну-ка, вставай! Руки, ноги целы? Да целы, целы. Все в порядке. Я вас в полицию сдам! Дев, да не надо полицию. Ну, все же живы. Ну, подумаешь пальто испачкали. Знаешь что, хорошенько подумаешь. Ладно. Пойдем в грязную миротворец. Будем дома тебя отменять. Ну что, посмотрел на недостойку? А я и говорил, не надо туда ходить. Давай, осторожней. А кто там кричал? Да подростки хулиганят. Чего там? Вот ведь, хоть колынь на голове тиши. Знаете, что здесь девчонку убили, нет? Лазят. Убили? Убили. Убили. С легким парами, Трофанов. Спасибо. Да что ж такое? Дом со всеми удобствами. Находится в таком прекрасном месте, а интернета нет. Тебе что, работать надо? Да. Хочу узнать, что за убийство здесь было. Ну, приедешь в Москву, посмотришь? Нет, Надь, ты не поняла. Я журналист. Я пока всю возможную информацию не узнаю, спать спокойно не могу. Быстро, но дорого. Ну ведь дорого. Зато честно. Дай мне свой телефон. Пожалуйста. Считай, это мой подарок тебе, Надь. За прекрасный загородный отдых и за гостеприимство. Добрый. Я по поводу установки интернета. Все. Прописал вам роутер. Проверяйте. А ну-ка. Ух ты! Прям летает, а. Само собой. Народ тут жадный, знаете ли. Вон за поселком на бугор залезают мобилами сеть ловить, а нормальный интернет установить жмотится. Зикари. Да. Теперь безлимитный интернет только у вас, у вашего соседа и все. У какого соседа? Тед, пенсионер, через дорогу от вас живет. Петр Маркович? Зачем ему самую дорогую трафик? Я сам удивился. Обычно такое используют молодые, либо те, кто на бирже играет. Знаете, там, рука на пульсе. Том! Машинка! Моя машина? Ой, стиралка! Чтоб тебе. Сейчас вернусь. Да, да. Мне хотелось сразу постирать, пока грязь не въелась. Ты что, не знаешь, что барабан сначала на защёлке надо закрыть, а потом машинку запускать? Открытый барабан, конечно, слетит с ремней. Ну, я обычно спереди загружаю, дверцу захлопываешь и все. Все. Митрофанова, ты с луны свалилась? Ты не отличаешь фронтальную загружку от вертикальной? Да ничего я не свалилась. Просто про барабан не подумала. Лана, где тазы? Воду будем сливать. Да, вон там. На. Потом ремни поставлю, не стираешься в плащ. Я лучше руками. Тут билет. Ух. Ух. Ух! Ух! Здравствуйте! Ух! 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 Здрасте! Ух! Димочка, чтобы я без тебя делала. Да что случилось? Митрофанова, а я знаю, зачем ты диверсию с машинкой устроил. Сбежала свое пальтишко стирать, а я, значит, опять на кухне, да? Вот только попробуй сказать, что невкусно. В следующий раз будешь сама готовить. Ну, слушай, я час машинку чинил, потом у плиты корячился час. И, ну, это все, что ты можешь сказать? Прости, вкусно. Я тут подумала, соседи какие-то странные. Старичок сразу в дом убежал, как будто людей боится. Тетка соседнего участка, вообще какие-то танцы танцуют на грядке, мычит, она что, шаманка что ли? Ты в следующий раз спроси, где у нее бубен. Шаманка тоже. Кстати, я пока готовил кое-какую информацию на рул. Смотри. В деревне Васильково убийца несовершеннолетняя Виктория Белова. Перелом основания черепа. От удара тупым тяжелым предметом орудия убийства не найдено. Это 10 лет назад на тех самых развалинах. Преступление до сих пор не раскрыто. А деревенька сначала казалась такой мирной. Боюсь, что студенты меня сегодня быстро не отпустят. Придется после семинара на вопросы отвечать. Так что буду поздно. Слушай, ты у меня лучше дома переночуй. Вот ключ. Зачем сюда ночь? Я вытащусь. Спасибо, седрая душа. Обещаю, девчонок водить не буду. Надюха, что-то не так? По-моему, ты выходная сегодня. На природе, на даче. Что может быть лучше? Конечно. Всю жизнь мечтала о доме с садом. Вот и буду весь день сидеть в саду и читать книжки. Или вон к соседу в гости схожу. А-а. Любезнейшему Петру Марковичу привет передавай. Все, езжай уже, а, Полуяну. Пока. Здравствуйте! Курвенькая лавна душечка. Как я рада вас видеть. Курвенькая лавна душечка. Соседи, конечно, странноватые. Даже хамоватые. Представляешь, у меня украли пальто. А Полуянский где? У него сегодня семинар со студентами. Там есть такие девицы. Одна из них вообще бесстыжая. Юбка еле задницу прикрывает. Зато стройная и красивая. Ты что, ревнашь, что ли? Не знаю. Полуянов так на нее смотрит. А сегодня он вообще не приедет, потому что семинар допоздна. Так, во-первых, не падать духом. Ты помнишь, что я тебе говорила? Ну, что надо привлечь его внимание. Да наплюй на внимание. Полуянов твой едет, соседи останутся. Полуянов не мой. Именно. Во-первых, возьми себя в руки. Во-вторых, иди в магазин, купи качан капусты и готовое тесто. И в-третьих, я тебе сейчас эсэмэской пришлю рецепт простого капустного пирога. Поняла? Испечешь, угостишь соседей. Зачем? Затем, что надо быть позитивной и доброжелательной. И заодно Димочки своему носу трешь. Димочка не мой. Хотя... Пирог с капустой отличная идея. Если что, я буду тебе звонить. Настаивать на спирту месяц, потом питье по 20 капель каждый день на ночь. Так? Ольга Николаевна, а он точно после этого свою любовницу бросит? Так она глухая. Ой, как жаль. Ольга Николаевна, спасибо вам за все. Здравствуйте. Здрасте. А я? Я. Ваша новая соседка. Мне отец вот дом оставил. Что? А, убийство, конечно, я знаю, знаю, да. Девочку здесь убили очень давно. Ау! Нет? Тебе кронит опасность? Мне опасность? Почему? А вы с чего это взяли? Ольга Николаевна, спасайте. Помочь можете только вы. Пойдемте, я очень тороплюсь. Петр Маркович, здравствуйте. Я вас так рада видеть, давайте помогу. А скажите, пожалуйста, а наша соседка правда ясновидящая или что-то вроде? Нет, я, конечно, не верю, но… Она просто сумасшедшая. Да? Да, корчит из себя, черт знает кого-то. Тоже мне вообразила. Ванга, ясновидящая. Каркает про то, что было сто лет назад. Доказано, что маньяк тогда убил. И вы тоже, знаете, несите свой нос туда, куда вам не следует совать. Понятно? Да, он когда денежки снимает, лучше к нему не подходить. Того и гляди, его пусть. Да я же даже ничего не сказала. Да вы не расстраивайтесь. Дед просто не хочет, чтобы кто-то видел, сколько у него денег. Да нет, совсем не надо знать, сколько у него денег. А у него на самом деле денег вагон. Он их в последнее время вообще пачками снимает. Не знаю, может, у него родня какая-нибудь объявилась. Где-нибудь в Америке. Почему в Америке? Да у него здесь вообще никого нет. Жена 15 лет назад умерла. Потом один сына хоронил. Сына? Угу. Вася 10 лет назад срочную службу проходил. Ну, и сбежал из армии. Били там его. Ну, а потом до дома так и не добрался. В лесу замерз. Зима была. Как жаль. Так. Дайте мне, пожалуйста, две упаковки слоеного теста и два кочанокапусты. Да. Вот. Машина, которая за вами следила, принадлежит Федору Малкину. Малкин отмотал срок за ограбление антикварного магазина. Но уже пять лет живет как вполне приличный гражданин. То есть, получается, у Котлова в команде уголовники? Ничего себе благотворитель. Мы проверили документы, по которым зарегистрирован питерский фонд. Никакого криминала за Котловым нет. А сам он вчера улетел в Мюнхен. Угу. Побежали крысы с корабля. Ничего. Мы их все равно найдем. Если выяснится, что во все эти аферы вовлекались европейские клиники, спокойно можно будет подключать Интерпол. Главное доказать, что афера действительно имела место быть. А это возможно только если обнаружить, куда они сливают непотраченные деньги. Найдем. Котлов, в отличие от своих шестерок, прячется на отлично. Представляешь, ни одной его фотографии я в сети не нашел. А ты можешь мне этого друга распечатать? Так сказать, на долгую память. Это легко. Тесто развернуть и разморозить при комнатной температуре в течение часа. Ой. Так. Капусту мелко нашинковать и тушить на медленном огне полчаса. Нашинковать. Так. Ладно. Потом. Тесто развернул. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я не знаю мобильного Анжелы Кирилловны. Мы с ней по городскому общались. Ну, я думаю, что она наверняка уже уехала из страны. Не переживайте вы так сильно. Наверняка она уже забрала все, что ей было нужно. Но в конце концов, она не отдала бы вам ключи, а поехала бы с вами и забрала все свое имущество. Ну, я не знаю. Ну, сдайте в секонд или сами носите. Ну, всего хорошего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Окей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, по-вашему, журналист должен быть независимым от любого мнения, да? Не совсем, но только с одним мнением он должен соотносить свою профессиональную деятельность. И с каким это мнением? Это с голосом своей совести. Так, на сегодня я должен уже закончить. Дмитрий Алексеевич. Спасибо вам большое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дмитрий Алексеевич. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы, может быть, сегодня сможете к кафе? Елена, простите, но сегодня не кафе. Но я хотела взять интервью. Неужели вы откажете бедной студентке практики? Ну, не такая уж ты бедная студентка, раз у тебя родной дядя главный редактор. Слушай, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, сделаю доброе дело. Дай ей покучервяю, ей заданется какой-нибудь. Пусть попробует журналистского хлеба. Она ведь не отстанет, я ее знаю. Хорошо. Значит так, нужно узнать всю возможную информацию по убийству в деревне Васильково в Московской области 10 лет назад. Так это в архиве. А еще съездить в эту самую деревню. Съездить? Да, съездить. И поговорить с участковым по поводу нынешних жителей и криминальной обстановки. А в особенности узнать про жителей 12-го и 15-х домов. Угу. Задание понятно? Угу. Тащиться за город. Ну что, задание получила? Угу. Иди выполняй. Справишься? Возьму тебя в штат. Пойдем. Ну, а тебя, Дмитрий Алексеевич, я и без задания в штат возьму. И оклад тебе положу вдвое больше питерского. Ну, как тебе мое предложение? Неожиданно. Ну, ты подумай. Так, не торопясь. Торопиться нам некуда. Хорошо. Просто пока даже и не знаю, что сказать. А ты не говори ничего. Говорить незачем. Ну, вот я тебе скажу, что кроме окладов, в два раза больше. Здесь можно тебе невесту найти. У нас в столице девушки красивые и умные. Вот. Как моя племянница, например. Да. Какая невеста в мои-то годы? Не созрел я еще, Евгений Иванович. Дозревай. Спасибо. Дмитрий Алексеевич, Дмитрий Алексеевич, подождите. Да, да, да. Подождите. У меня к вам последний вопрос. Давайте. Все вопросы на следующем семинаре. Это уточнение по заданию. Скажите, если я все сделаю, вы же мне дадите интервью без посторонних. Один на один. Давайте вы сначала выполните, а потом решим. Всего доброго. Ну что, мы едем? Едете. Только вы своей дорогой. Ты что, не испонял? Юра Горелов благополучно прибыл в Мюнхен. Клинику доктор Штравме. Толь, слушай, напомни-ка мне, куда Котлов улетел? В Мюнхен? В Мюнхен. Понятно. Там клиника, куда Юру Горелова отправили на лечение. Мальчик при транспортировке не умер? Удивительно, но довезли живым. Похоже, все-таки заказали спецборд. Впервые в жизни. А то московский народ до тошности сразу же попросит фонд проверить. Но, боюсь, Котлов не просто так там объявился. Ждет стервятника. Не кипятись, мы их достанем. Обязательно достанем. Слышишь меня? Все, отбой. Слышишь меня? Что происходит? Стоять, стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надя! Ты какого черта телефон выключил, а? Ты чего кричишь, а? Чего я кричу? Да я летел сюда почти 200 километров в час! Тебе квартиру пытались сломать, а я спугнул! Звоню тебе, а ты трубку не берешь! Я думал, того случилось чего, дура! Ты чего обзываешься, а? Я пирог пекла, а он сгорел! Телефон вообще в бочке с водой утонул! Хотела тебя порадовать, а у меня опять ничего не получилось! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну ладно, ты... Это... Только не левень. Прости, я испугался сильно. И... Ну... Мир, дружба, жвачка. Главное, все живы и здоровы. Слушай, а давай ужин готовься. Давай. Ну ты чудо метрофонова. Отличный ужин у тебя получился. Да. Но без тебя бы точно ничего не получилось. О, еще пара уроков и блюда на скорую руку быстро освоишь. Очень на это надеюсь. Я предлагаю выпить за это. Какие звезды! Красиво. А в Москве их не видно. Смог мешает. Кстати, а что латиноамериканская поэзия говорит про небо, землю и звезды? Когда блуждаешь взором, ты меж цветком и гордой скалой, они немым укором тебе напомнят горький жребий мой. Моя любовь, как хрупкое растение. И как скала над ней, твое забвение. Здорово. Это Хуана Энесса де Ла Круз. Мексиканская поэтесса с 17 века. Образованнейший человек. И, между прочим, помимо испанского, она еще писала стихи на языке ацтеков и на латыни. Представляешь? Сильно. А еще? А еще ее называли Кастильской музой. Ну, и пророчили большое будущее при дворе. Но, когда она была молодой, она ушла в монастырь. И умерла там от чумы, заботясь о своих заболевших сестрах. Подожди, то есть, чтобы перевести все ее стихи, тебе нужно выучить латынь и язык ацтеков? Ну, да. Надюх, я вот не понимаю, вот как ты при всей этой суете находишь время для таких тонких вещей? Мне на работу завтра утром рано. Вставать. Да ладно, Надь, ну посиди еще. Время детское. Да нет, правда я. Иначе в зале я завтра буду зевать и меня в фельдтебель просто съест. Кто? Начальница. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Аد 對 за тебе. Я положусь. Спасибо. multitude. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ну вообще дело говоришь ДимаTorzok 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 Ну я и подумал Возьму только книжку А тут ты нарисовался Это получается, что Федор Михайлович у нас на хвосте сидел Это ты ему номер машины моей сказал? Отчитался Когда книжку возили, твою машину хорошо из окна было видно Это он? Точно Федор Михайлович есть Малкин примерный гражданин пять лет отсидевший за ограбление антикварного А теперь его чужими руками антиквариат гребет Так сказать, в рамках закона Так это что, не фонд? Получается, что нет Ладно, свободен Пока Куда-нибудь сунешься, за все впает, понял? А я заявление в полицию напишу У нас есть видео с камер наблюдения Не в жизнь больше Не в жизнь, обещаю Ты чего это? Ничего Он знает Чего Слушай Вот получается, ты мне зря отпуск выбил? Надежда, ну почему же зря? Ты посмотри, какая красота Осень Пышная природа, увядание А ты получила в наследство загородный дом Вот неужели ты не хочешь сейчас поехать Пока еще листва не облетела с деревьев И дождик не моросит круглые сутки Ты прав, конечно хочу Тогда поехали, Василькова Вперед 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 Знаешь, мне иногда казалось, что за нами кто-то следит Понравилось жить как в настоящей шпионке? Ну, это с непривычки, легкая паранойя Значит, надо успокоиться Но сначала хорошенько поесть Ух да